Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 893. События дня. Откровение 10.6. Времени уже не будет. Эфесянам 5.16. Дорожи временем, потому что дни лукавы. За 27 мая 2018 года. Это воскресенье. 1 Коринфянам 7.29.31. Я вам скажу, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие как не приобретающие. И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Вот тут у нас собираемся. Галина Влеська приехать. Она со Светланой приезжала. Недавно одна обратилась. Я говорю, она пишет, у Светланки моей на приходе одна женщина сама подошла к ней и спросила, как попасть к вам в деревню, приехать к вам в рабочие гости. Как она узнала про вас и прочее, порасспросите ее сами. Взрослая, верующая, подвижница, с одного прихода с моей Светой. И они уже со Светланой согласны на двухсотлетие со мной поехать. Молимся о моей возможности приехать из-за работы. Звоню Марине С. Сергеевой, чтобы успели ко второму июня. А вы какого числа и во сколько вы езжаете с Ползунова, чтобы всех по срокам состыковать? Скажу всем про постельное. Мне надо выспаться одну ночь. Без отдыха могу еще, но после шестидесяти лет не рискну из-за своих пассажиров без отдыха. Вот правильное рассуждение. Умная Галина Алексеевна. Самое лучшее против сна бороться – это свернуть с дороги и поспать часок-другой. Я пишу – выспись, а то иначе каюк на дороге уснешь и уже на том свете очухаешься. Думаем выезжать не позже восьми утра, второго июня в субботу из Ползунова. Забирайте всех, кто желает. Оденьте в форме. Две простыни на облачку с собой. Как совершать истинноистово крестное знамение и поклоны? Это такой ролик вчера я выставил. Ну а дальше разговор пошел. Там Никита начал распродавать, что там он купил в этом году насосом, сыплят. Пришла моя сестра Валентина, Люба Минаева. И вот. Я взял это, ну показываю, внизу синим это, где Хрущев объявил Америку. Был в Америке. То в Лос-Анджелесе мэр каверзный вопрос задал гостю при всех. Подкусить решился. Вот вы решили нас всех зарыть, а мы свой образ жизни не отдадим. И то другое-то. А позже Генсек там же прокомментировал этот поступок мэра так. Он хотел пернуть, но сил не рассчитал и обосрался. Вот и весь скажешь. А ты генеральный суперкан. Слава Иисусу Христу! Вот так. Главное, звонит мне сегодня Никита уже в Барнауле у Сергея Павловича Пупкова. И утром он звонит мне в 4.40. На минуту раньше, правда. Еще позвонил. Я попросил сюда. Он каждый раз, как только звонит, из-за него сразу молитва идет. Вот так. Вот это вот точно так же. Хотел там что-то сделать. Кого-то предупреждать. Порядок наводить. Но вот это применимо не к одному только какому-то мэру. Там имя, фамилия его. Там вот зайдите и посмотрите. Это прямо его речь прямая. Прямая съемка Хрущева Никиты Сергеевича. Генерального секретаря Компартии и председателя Совета Министров. Тогда он был. Галина Влеско. Поняла. И 1 июня к вечеру самое удобное время нам приехать на Ползунова. Молимся за мою работу. Эх, чадо-чадо. Никита Колесников. Гордость старится всех грехов наших. Господи, помилуй. Искать вверху дорога. У нас такие в общине сестер, так же, наверное, тоже не приживаются. Порой на мелкой своей претензии спотыкаются и совсем становятся то одержимыми, то безразличными. Обязательно и меняют приход. Что ж, так им удобнее и веселее. Изначально они не были наши. Вот у нас такое же. Ничего не было. Всё. Как будто никогда не было ничего. И всё. И пошёл. Какая-то жизнь твоя. Корней-то нигде нету. Это раз. А потом то, что ты сколько получил-то. Маленько-то слово благодарности есть или нет. Ни одного слова благодарности. Вот Роман у нас уехал. И всё везде. Всякие кляузы, что на меня кто говорят, и ролики сбрасывают. Ни слова благодарности. Всё на этом. А сколько было бесед, занятий. И всё. Вместе мы работали. Как будто ничего этого не было. Осталось одно ложь. Тотальная ложь. Демон лжи поселился в душе у человека. Если, то ничего нельзя сделать. Он всех обвиняет во лжи. Потому что он лжец. Все. И учёные неправильно. Менделеев не такой. Земля не такая. Всё не такое. И вся страна не такая. И ННН главное. Это закулиса. Заговор мировой. Вот такое всё. Почему? Дух лжи. Ни одного космонавта не признают. Его не было. Никто. В космос не летали. Вот. Как мусульманство определило, что это неправильный Евангелие. Его изменили. Всё. Ничего не надо. И главное поверили. Тысячу триста лет верят. Ну. За то, что изменили, за это умирали. Тут доказывать даже не надо. Как это? За одну буху бились. Ни одна черта не исчезнет. Нет. Специально сели и переделали Евангелие. Как переделали? В каких местах? Но оригинал-то где-то есть. Вы его знаете? С чем сравниваете? Нет. И в это поверили? Поверили. А почему? А кинжал в горло. Или принимаешь наше учение, или тебе голову отрежем. Ну, от кого это? Человека-убийца и ложь. Дьявол. Ещё удивляться сегодня там. Детей в заложники берут. Детсады, школы. Что? Что? Как говорится? Гексоген в подушке. Тут и спрашивать не надо. Всё. Мгновенно узнали. Ну, где оригинал-то? С оригиналом сравнили и сказали. Вот здесь у вас были изменения какие-то. Нет. Ничего. Нет. Ничего нету. Железобетонные лбы и чёрствия сердца. Да и наркотики людской мозг портят. У меня после единственного наркоза, грыжа диска поясничного отдела, за всю мою жизнь память восстанавливалась с год. Я этого сильно боялся. Точно так же вот. Это была и грыжа диска поясничного отдела. У меня точно такая же операция была. Под наркозом был. Она правильно всё говорит. Она сама к медикам относится. А у Никиты Колесникова сколько таких наркозов? 25 лет было. Вот если бы сегодня он привёз его, я бы у него всё это расспросил. Ну, не знаю. И все виноваты оптом. Все. Не дожалели, что ли, в детстве или без отцовщины причиной того и другого. Но ты же свою жизнь живёшь, человек, свою самость, несерьёзность. Робинзон же обустроил свою жизнь на берегу. Даниэль пишет об этом. Даниэль пишет об этом. А женщина у нас одна. Да, женщина это слабее мужчины. Это и то она две коровы, сколько овечек держала. Сколько лет она приехала, вот эта Люба. Всё у неё есть. И сад посадила. А здесь ничего нету. Нету. Ни запятой никакой. Смородинку там толкнула, за лето ни разу её не прополол. Заросла, не видать. Огурсы или там что-то где-то. Прохожу мимо, вообще не видать. Да что-то ты садила, нет. Ну, Рида, каждый день ходишь. Вот смотри, я остановился. Считай, до пяти. Ну, пять минут. Пять минут я его прополол уже. Всё. Такой участок-то. Ни разу. Ну, какая-то жизнь. Всё здесь было. Всё. А как вы видите дальше? Ну, не знаю. Поедет дома, он там всё вспомнит, как было. Может, опять в наркотический этот бизнес пойдёт свой. Я бизнес имею в виду не продажа. А что? У таких людей, как правило, он должен жениться, чтобы она лет на двадцать была старше его. И чтобы у неё сыновья были с ним прямо в возрасте. Будет проститься, тогда можно будет назад принять. Если сам-то он ничего уже не сделает. Вот так, чтобы она всё время удивлялась, какая-нибудь колхозница. Ой-ой-ой, какой ты умница. Да какой у нас такой был. Это я говорил Гене Яковлеву и армонаху Григорию, которому голову отрезали. Вот тебе только это. Чтобы непрерывно удивлялось, какой же ты не такой, какой ты грамотный как защитник. И кормила, поила, ничего не спрашивала. Пащенко Владимир. Игнат Тихонович, Никита только что выехал с Алексеем Устиновым, попрощался со всеми. Всё это есть в ролике. Ну что, попрощался, ничего в ролике нету. Может, другой будет. Говорил с Леной Барабаш по поводу выписки из дома, номер 14. Она сказала, что надо звонить маму, но у неё Маша была прописана в Барнауле-то. Но когда вышла замуж и переехала в Томск, то её выписали из Томска. Они не ездили в Барнаул. Никита заедет на Ползунова, чтобы попрощаться. Ну вот, видите, заедет, пока нету, ночевал там. Поздновато, наверное. Я пишу, Никита срочно уезжает насовсем, не смог проглотить свою кость. На выходе застряло. Кто-то пишет мне, о, Господи, помилуй, и нас, и Никиту. Где он ночевать-то будет? Не переставая думаю про него, в разговорах наших тоже вспоминаем часто. Ну вот, что было понятно, этот ролик я выставил, сейчас я его покажу. Вот этот ролик, где он? Вот он. Давайте посмотрим. Майя 2018 года. Поселок Потеряевка. Вот брат Никита уезжает сегодня до Нау. И вообще поедет на Украину к тебе домой. Сейчас провожаем его. Со всеми прощался. Поблагодарил. Попросил прощения. Господи, да, у нас погода такая жаркая, больше 30 градусов даже в тени. Ну, понятно. Благодарю, Господи, услышал молитву. Он по-хорошему, без скандала. Самому не искушать себя, не искушать никого. Раз не по духу порядки в общениях, то лучше уж так разойтись по-мирному. Но эти годы не могли для Никиты пройти бесцеледно. Хуже то он не стал, хуже то он не стал по сравнению с тем, каким он приехал. По-мирскому хорошо, так и надо, без злобы и обиды, оценить труды и время на него потраченное Игнатием Тихоновичем. И всеми вообще дать себе оценку. Думаю, что никто ему плохого не желал и не желает, а только спасения его души. Абсолютно правильно, Михаил Михайлович. Так, Олег какой-то пишет. Без Никиты ваш канал наполовину исчезнет или что-то. Нисколько, даже ни на один ролик не исчезнет. Это он где-то, мы участвовали, там он был. Исчезнет, а чёрт, Олег не ищет. Нищие разумения. Нету, посмотри по порядку. Каждый день 10-12 роликов, ни в одном его нету. Вот когда он начитывал, что-то там было. Вот сейчас что-то три ответа тут. Что тут пишет-то? Вернётся Никита дальше. Почему уехал-то? Ну так надо его спрашивать-то. Я как бы не ответил, всё будет неправильно. Я знаю как. Вот впереди что? Галина Влеська сказала, Михаил Кальмаев. Эти люди, которые здесь были. Знают. Почему бы уехал-то? Опять тут что? Он больше не приедет. Один говорит. И ещё что? Он больше не приедет. Другой. Зачем отпустили? Он снова на наркоту пойдёт. Вот это да. Вот этого боимся. Пойдёт один раз встретиться и всё. Какие-то таблетки всё время здесь был. У меня такое подозрение нехорошее, что он не выходил из наркоты здесь. В более слабом режиме только. Не знаю. Ну так. Эх, жизнь. Главный герой шоу после Игнатия Тихоновича. А дальше. Вот так, Лариса Долгова. Да, печально. Но у Никиты чувствовалось противление и счастье. Правильно, что отпустили. С миром. Кто его держал или что? Никто его не звал, никто его не прогонял. Тут уже не надо говорить. Своим ходом пошёл назад. Ну, четыре года, конечно, зарубка. Он вернётся сто процентов. Там сейчас на той Украине делать нечего. Такое всё мутное. И отношения, и в плане веры. Да там все еретики со всего мира. В общем, кто-то посильнее и понаглее. Такой отбор идёт сейчас. Володя у вас в общине. Это просто рай на земле. Трудись себе. Господа, благодари каждый день. При таких-то наставников, как Игнатий Тихонович. Посылай ему, Господи, долгих лет жизни. Да в добром здраве. Батюшка, свет Божий в окошке. Отец Иоаким. И все остальные насельники. Светлые, чистые люди вокруг. А всё потому, что Бога в душе имеют. Ему бы, Никите, шлифоваться ещё и шлифоваться возле таких-то людей. До искренности простой человеческой побольше. Зря он уехал. Ехать-то некуда. Вернётся. А если нет, то через пару лет горько пожалеет о том, что сегодня сделал великий праздник православной Святой Троицы. Спаси его, Господи. Я так хотел, чтобы он, может быть, дождался меня и потом выехал отсюда уже. Но не получилось. Если сегодня придёт, то только для разговора с ним. Но разговор уже другой будет. Не суди, да не судим будешь. Помните, это Игнатий Тихонович. А его никто и не судит. Его дела. Зря отпустили, опять же. Очень жаль. Ему нужен строгий учитель, пока он не окрепнет. 30 лет можно окрепнуть. Почти. 29. А там он не найдёт такого. Ну, не знаю. Игнатий Тихонович настоящий человек. Наставник, учитель, мудрец, специалист высокого профиля. Сколько раз он Никите поблажек дал. А тут только одно скажу про Никиту. Сколько волка не корми, всё равно в лес смотрит. Ну, а тут сегодня прошёл день. 2267 просмотров. Для нас это очень много. Очень много. У нас совсем малое посещение. Только отдельные какие-то ролики выходят. Вот. 2200. Ну, а дальше. Русик принял крещение. Был Рустам. Теперь. Да, уж когда после исповеди и причастия сидишь за столом со священником и прихожанами, и слышишь в свою сторону упрёки от священника, что почему ты не пьёшь с нами водку с ними, что из-за этого отделяешься-то якобы от общества? Только какого общества? Вот вопрос. Там три воскресательных, вопросительных, но три воскресательных. А прихожанка говорит, что нет у меня никакого смирения, так как не делаю, что они мне все говорят-то, не пью и их не обслуживаю, то есть не наливая его в бокалы-то. Очень хочется после такого сказать Иисус Акбар, взять нож и перерезать всем глотки. Вот понимаете, какие слова. После крещения говорит, так а что ж тебе крещение-то это дало? Вот это сразу перерезать. Ты не знаешь, что говоришь. Сатана-то рядом он услышал. Вот теперь тебя как огня будут бояться все. Серафим Тосаровский мотовил Николая Александровича, как он сразу остановил. Ты что? Что ты, ваше боголюбие? Ни одна душа из них не тянется к Богу по-настоящему, а они все отморожены полностью до основания. Ну, представляем, нож в руках, христианин режет глотки. Ну, что это такое? Это мусульманин какой-то, а никакой это не христианин. Только одно – подать заявление к мусульманам, и там себе покой найдешь. По этому группу даже не с кем мне создать. Ну, с таким, если глотки резать, кто же будет? Никому не интересно считать Евангелие? Да не считать. Жить надо по Евангелию. Враг голоден, накорми, жаждет напой. Игнатий Тихонович, в этой связи я, получается, до сих пор один. Я хотел у вас поинтересоваться, может быть, мне лучше приехать к вам или просто жениться? Жениться когда? Сколько раз? Ничего не знаю. Так как одному очень сложно постоянно, да и просто надоело. Сложно постоянно одному. Да у тебя ни забот, ничего нет. Только беги на помощь. Надевай сапоги в любую погоду. По деревням и везде. Нет. Жениться? Остался без жены, не ищи жены. Вот я пишу. Вот эти слова перерезать глотку и прочее. У тебя они просто в очередь стоят. Эти слова никуда не годятся. То есть уже не один раз пишут. И рано или поздно но сатана задушит тебя за эти слова. Покайся. Никогда, никогда не произноси эти слова и в уме им не давай место дьяволу. Ибо он есть человеку-убийца. Иоанна, 8 глава, 44 стих. Он, конечно, это знает, но в данном случае нельзя не сказать. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку-убийца от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свою, ибо он лжится, отец лжи. Видите как? Если есть Писание, и у нас есть доверие, что это от Духа Святого, тут все по-другому. 1 Иоанна, 3, 15. Всякий ненавидящий брата свой есть человеку-убийца. Ненавидит? Сидит за столом просто глотки перерезать. Уже человеку-убийца. А вы знаете, что никакой человеку-убийца не имеет жизни вечной, это в нем пребывающий. Считай себя там худшим. Себя, а не их. Это я ему пишу. Не пей никогда и нигде не грам. Вот тебе благословение от Святого Евангелия. Не наливай, но побудь и тихо уйди, и поплачь, что им не открыто, что наша радость во Христе Иисусе. Женить бы при таком твоем неуправляемом взрывном характере ничего тебе не даст, кроме жутких переживаний, могущих довести до убийства. Сюда ни в коем случае вам не разрешается приезжать, категорически. А за совет-то можешь обращаться, быть может, и что-то проклюнется. Ты делай то, что тебе кажется лучшим. Женись, или куда переезжай, на край света. Но только все вопросы-то, они внутри человека, не вовне искать нужно ту часть веревки, за которую нужно тянуть все неурядисы. По-вашему, нигде не было еще ни разу и не будет никогда. По-вашему, так как вы думаете, самому нужно кардинально меняться. Люди опасаются вас, чувствуют лошади, волчий дух. Ну, раз таки сидишь, а сам думаешь, наливай, а сам думаешь, глотки перерезать. Уже мне сколько раз об этом писал. Учись молиться, не злиться. Плакать и поистине поститься, и творить милостыню щедро. И когда тебе вот так говорят, не замыкайся, не зарывайся, областенися, не закрывайся. Бог тебе в помощь. Дело на смирение. Дорогой Русик, да будет. А женщина с тебя бороду сдует в раз, и ненависть твоя забурлит с чудовищной яростью. Избери лучшее смирение со всем, что Господь допускает или посылает. Считай, что те святых, там много таких примеров. Русик. Вот это всё. Опять это же повторение. Ещё вот это тут. Эти слова были от Бога, как если взять пример Ветхого Завета, когда Бог Моисею давал знать, что половина, которая с Моисеем, взяли ножи и очистили сборище сатанинское, которое поклонялось золотому тельцу. Я и не собирался от них закрывать совластеницы. То есть сразу отвечает. То есть на обдумание нету. А ты бы эти слова, которые я сказал, хотя бы с месяц один подумал и пожил. Я просто констатировал факт. Ну какой факт? Ну что, пили, наливать сказали. Больше ничего ты не констатируешь. Остальное-то из тебя полезло. А если вы меня уже опасаетесь, значит, и у вас в общине есть грешники. И кто опасается, те грешники, которые прикрывают свои грехи святынею. Видишь, куда бросился. Укусить надо уже. Ну какой же ты человек, друг-то. Поэтому вы опасаетесь такого ревностного брата. Вот такое понятие. Это ревность глотки резать. Значит, и вы мне теперь не наставник. Слава Христу. Мгновенно закрывает в черный список и все. Ой-ой-ой. Сергей Игнатов. Со Святой Троицей. Дорогой Игнатий Тихонович, сообщаю, что в нашем городе Углидаре умножается число православных и инославных христиан, которые узнают о заповеднике неповрежденной православной веры в Крестовозвиженской, Анфимонекомедийской православных общинах. В своих комментариях и статьях на страницах Фейсбука используют страницы твоей книги к истинному православию. Слава Богу за то, что у него есть такая кисточка, как ты, Игнатий Тихонович. Меня встречают в городе Углидаре люди и расспрашивают о тебе, отмечая у тебя палату ума и глубокое знание Библии и творения святых отцов. Как-то раз мне пришлось услышать от тебя, чтобы стать помазанником Божьим, ты отказался от многого, что так ценится в миру. Я вижу это от счастья, наблюдая твой аскетический образ жизни и плоды Божьей благодати, которая почиит на тебе. Поэтому, обращаясь к тебе на ты, я не дерзаю писать маленькими буквами. Прошу упоминать меня грешного в своих молитвах. С любовью к тебе твое недостойное духовное чадо. Игнатов Сергей. 28 мая 2018 года. Ну вот будешь русских считать, и посмотри, какая разница. Ты один, даже те, которые верующие, все грешники, раз о тебе так сказали, это из твоих слов резать глотки. Елена Язенкова. Можно попросить Игнатия Тихоновича рассказать сегодня про молитву Царю Небесной? Ну, не было задано. Я повторяю, этой молитвой я начинал занятия всегда в университетах. И в техническом университете там 21 тысяча студентов. Вот, вообразие, сейчас больше даже. Из 18 стран туда присылают на обучение. Один из ведущих университетов в Сибири. И вот на Царю Небесное обступительное слово мы поем, а потом я разъясняю. Я сказал 60 проповедей, разъясняю эту молитву. Так что, Елена, тут не так все просто. Юлия Суботина. Язык был русский? Наталья Усатова. Истина так. Никому не надо. Печально. Там какой-то статья ушло, где-то был человек. Евтушенко Сергей. Никита давно к этому шел. Его словечки-смешки в ответ Игнатия Тихоновича к этому. Жалко, что он от этого не смог отойти. Наталья Усатова. Чтобы человека узнать, как минимум 5 лет надо, а максимум 12 лет. Никита 4 года был, не дотянул. А Наталья опять. Да поможет Господь Никите не отойти от истинного пути, да укрепить его в искушении. Валентина Стартисон. Аминь. Наталья Чернова. Спаси Христос, Игнатий Тихонович, и с компьютерами, и с соблазнами, и с кушениями в храме полностью с вами согласна. Она была в прошлом году у нас в гостях с Илюшей, сыном. Только добавлю, что искушений для женщин бывает только не во взглядах на мужчин-то, а в другом. Кто в какой юбке пришел, да не прикрыта голова, а еще шараханье по храму, все отвлекает. Сама себя стараюсь ловить, на этом и сразу прошу у Господа прощения. Стараюсь смотреть больше на иконы и на батюшку. Вот видите, как показать наши ресурсы хотя бы надо. Вот, друзья просятся Марта Сухова. Вот выгнулась, как она показать себя со стороны. Верующий так не делает, до рукавов, а скрытые. Вот смотрите, как у нас фролик вчера поставил, как совершать истинноистово крестное знамение и поклоны. Вот Тарасий стоит рядом и Аполлинария, а рядом мама то и другого разговаривает с ними. Ну, друзья, как я делаю? Я сейчас нажимаю и смотрю, кто она такая, Марта Сухова. Есть нету ней анкета. Вот она. Весь товар на лицо. Что тут у ней? Вот она как и отклящилась, и развернулась. То есть зациклена вся на этом. До этого везде это пруд-пруди. И здесь еще все записи больше нет. Ну, а зачем ей? Анкета. Посмотрим, что анкета. День на рождение. 22 года. Ну, 22 года уже у мусульмана нет трое-четверо ребятишек на руках. Ну, что сказать? Больше ничего про нее нельзя узнать. Вот. Ну, надо посмотреть дальше, написать сообщение, а потом принять дружбу и написать сообщение. Видимо, придется принять. Ничего такого нет. Свои материалы скину. Мне не удается здесь сейчас. А что не удается-то? Потому что закрыта. Тут у меня подставка. Ну, и другое. Это наш форум большой очень. Вот такой православный форум Игнатия Латкина. И здесь у нас наш этот Никита уехал домой, показать его слов. Вот все. Православный видеоканал открытым оком. Ну, вот что здесь события дня. Сегодня вот я выставил так, два. Что-то тут непонятно. Ага. Это вчерашнее тут. Вот 2200. Вот очень важный материал. Разборка красным. Ну, какой красноватый, зеленый. А посещаемость совсем маленькая. Обажно. Максима Козлова разбирает. Здесь 79 человек, 80. Ну, поровну. То есть, никакой. А Никита, пожалуйста, вот сколько сразу посещаемость. Ну, и во свете Библии. Самое ценное, это наш православный библейский сайт. Справа вопросы и ответы. Сейчас уже 13 папку разбираю, а на дети называется. 55 папок. Сейчас мы посмотрим. Вопрос 2438, 11 том открытым оком. Вы так смело утверждаете, что коммунист Петренко Владимир Сергеевич развил против вашего православного лагеря Стана бешеную травлю и ставился до вопроса закрытия лагеря Стана даже законодательным собранием Алтайского края. Откуда у вас такая уверенность в истинности таких сведений? Такая записка мне поступает я за кафедрой стою или в милиции веду занятия в воинских частях то есть я не знаю откуда но записка будут они заниматься такими глупостями кому вы нужны чтобы на вас тратить средства и время парламентариев то вы просто цену себе набиваете этими утверждениями видно что недружественная отвечать отвечаю цену мне определил Господь он умер даже за меня так что цену мою уже ничто не увеличит для христиан ложь смертный грех я имею документ проща который возможно вы не будете защищать самую криминальную банду в мире коммунистов и людоедов это только один документ но если я все же их вам засчитал бы все их а они опубликованы уже в нашей книге для слова Божия не от уст и в 10 томах открытым оком то вы бы ужаснулись что стало с ними с этими окружавшими наш лагерь стан извергами рода человеческого а один внезапно скончался дружинник Геннадий Петрович милиционер подполковнику другого нашли мертвым в подвале дома это журналист московского комсомольства на Алтае Самольцева Александра самый лучший журналист был остальных уволили с работы корреспондентов следователей прокурора и везде они должны были понести материальный и нравственный ущерб князей все народа окружили меня но имяем господнем я не зложил их обступили меня окружили меня но имяем господнем я не зложил их окружили меня как пчелы сот и угасли как огонь Именем Господнем я не изложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал. Но Господь поддержал меня. Господь – сила моя и песни. Он соделался моим спасением. Вот теперь я считаю. На бланке администрации Алтайского края документ. Город Барнаул, проспект Ленина, телефоны. Приседателю Комитета Краевого Законодательного Собрания по социальной политике Петренко. Он председатель был. Информация по ходу выполнения постановления Краевого Законодательного Собрания 28.6.199 за номер 205. Об обращении депутата Краевого Законодательного Собрания от избирательного округа номер 36 Петренко ВС. О функционировании лагеря Стана в поселке Потеряевка Мамского района. Вопрос функционирования лагеря Стана в Потеряевке Мамского района был изучен комитетом администрации Края по образованию, Центром государственно-санитарно-эпидемиологического надзора в Крае и Управлением юстиции Края, где начальник генерал-лейтенант Проценко. Устав лагеря Стана зарегистрирован в Управлении юстиции Алтайского края 5 апреля 1996 года, номер 139. Специалистами Управления юстиции в ходе проверки по запросу администрации Края установлены факты нарушения федерального закона о свободе совести о религиозных объединениях и устава религиозного объединения. Рекомендовано руководителю лагеря Стана принять меры по их устранению. Основание для определения исков суда о ликвидации религиозного объединения или запрет на его деятельность в ходе контрольной проверки Управлением юстиции Края не установлено, то есть не было. При обследовании лагеря Стана краевой санитарно-эпидемиологической службой были выявлены нарушения санитарного законодательства и действующих нормативных документов, регламентирующих устройства и содержание детских летних оздоровительных учреждений. Ну, во-первых, у нас не оздоровительный, а трудовой. Руководителю лагеря Лапкину ИТ было дано предписание по устранению всех выявленных нарушений. В связи с его невыполнением и продолжающихся нарушений санитарных норм и правил главного государственного государственного санитарного врача по Мамовску района вынесено постановление номер 1 о приостановлении деятельности детского трудового лагеря Стана с 25 июля 1999 года. Вот так. Смирнов там хозяйничает, ни Смирнова нету, никого нету, и всю организацию закрыли, теперь Роспотребнадзор. Данное постановление руководителем Лапкина ИТ не выполнено, лагерь Стан продолжает действовать. В настоящее время проводится проверка деятельности лагеря Стана в Потеряевке, в поселке Мамовского района прокуратуры и края по вопросам, находящимся в ее компетенции. Полная информация будет представлена на сессии Краевого законодательного собрания в августе текущего года заместитель главы администрации края ЮА Вислогузов. Фамилия какая Вислогузов, то есть отвисшая задница по-русски. А даже так. Женщине, наверное, какое-то давали, фамилию, когда... Тут мужчина родился. Для женщины-то сойдет, но для мужчины-то... Какой он? Когда давали фамилию, мужчина, видимо, пришел, усы длинные, назвали усатые. А сейчас женщина одна, и ей фамилия досталась теперь эта. А какая она, усатая-то? Ну, несоответствие. Еремея 13.23 Может ли, эфиоплянин, переменить кожу свою, барс, пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Притча 4.14.16 Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо, потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения. Иеремия 51.57 И напою до пьяна князей его и мудрецов его, блестоначальников его и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным. И не пробудется, говорит царь, Господь савовов имя его. Лагерь устоял только по великой милости нашего Бога Иеговы и по молитвам святых его. В этом 2004 году нас совершенно никто уже не трогал. Мы наслаждались покоем, прославляя Бога нашего Иисуса Христа. Это я добавляю к этому. Охотники, охота вам стрелять, переводить красу жаркое в мясо, опустошать и реки, и поля, заслоны ставите на перелетных трассах. Все для жратвы набить земное пузо, букет болезней милой подарить. Через прицел ваш взгляд пигмейский узкий, хотя иной сто лет уже старик. Чем водоплавающие вам не угодили, хотя вокруг грачей чернеют тучи? За что свинцом клин уток окропили? Взгляните на себя, как вас несносно пущет. Охотники, любители мясного, кровавых тушек, тушь вы трупонеды. Весной и осенью крадете словно совы, а голодали все своей тушей бедной. Природа чахнет, кашляет, щахотки. Но трое выворачивает атом. Тюлени Каспия, моржи чужой щукотки, ревут по-своему, быть может, кроют матом. Если бы у каждого в гробу лежали вместе с ним убитые когда-то, вот сколько ж вылетело в нижнюю трубу, наш райский сад скрестили с жутким адом. Паразитировать всю жизнь защита счет, вегетарианцев проклинать и вредный гринпис, пластать в утробе красных рыб и кринок, а протестуя выстрелы в сети. Ловушки хитрые, капканы на гнездовьях. Куда-то же придется, когда-то же придется нам ответить. За браконьерца, кто егерей злословит. Бог человека зрел над тварью господином, хозяином ращительным, кто призван охранять. Разумно в меру брать для шапок и ботинок. Не будешь же скор на выстрел, скорпион-скоржняк. Ну вот это все на сегодня. 27 ноября 2004 года. Редактор субтитров А.Семкин